Подготовка к ЗНО 2012 по математике. Первый уровень занятия номер 4. Открываем индивидуальный комплект сборник тестовых заданий на странице номер 6. Рассматриваем упражнение 22. В кабинете математики 50% всех книжек это учебники с предмета алгебра, 25% остатка книг это учебники с геометрией, а остальные книги это пособия по подготовке к ЗНО, на которой из диаграмм правильно показано распределение книжек. Задачка очень простая, главное ее внимательно прочитать. Значит смотрим, 50% всех книг это алгебра, значит вот у нас алгебра, это отмечено черным цветом. Весь круг это у нас 100%, а половинка это 50%. Значит вот у нас 50% есть черного цвета на варианте А, в варианте В и в варианте Г. Читаем дальше. 25% это книжки с геометрией. Но, что у нас сказано, 25% остатка, вот тут и кроется вся заминка, 25% остатка. То есть если мы возьмем например вариант В, то есть у него половинка книжек это алгебра черный цвет, да, и мы не прочитаем эту фразу, что остатка, и мы возьмем вот, вот, правильный ответ, да. Но на самом деле здесь кроется такая, как бы сказать, закавыка. То есть мы должны взять сначала алгебра, половина, и 25% остатка. А что у нас осталось, а у нас вот что осталось, полкруга осталось. И от этого полкруга 25%. Смотрим, с геометрией что у нас есть, вот серым цветом помечено, 25%. Тот кто посмотрит вот сюда, беленькое, он может неправильно ответить вот это. То есть тут еще посмотрите по цветам, внимательно прочитать, что серый цвет это геометрия. То есть правильный ответ, ответ А. Задача очень простая, но нужно внимательно ее прочитать. То есть читайте на экзамены все внимательно. И смотрите на вот эти вот все цвета. И конечно же проверяйте все варианты. Проверьте этот вариант, этот, этот, этот. И до последнего варианта. И когда вы убедитесь, что вариант А правильный, тогда вы его отмечаете. То есть не верьте и не доверяйте никому и ничему, пока вы сами в этом не убедитесь. Переходим к упражнению 23. Нам необходимо упростить выражение. Выражение следующего вида. Итак, здесь у нас есть степени. Для степеней нам нужно знать определение. При умножении степеней с одинаковыми основаниями, основание остается прежним, а показатели степеней складываются. Итак, что у нас основание? Основание это у нас B. А показатели это у нас двойка и десятка. То есть здесь вы должны четко знать и определяться, что такое основание и что такое показатели степени. То есть основание отмечено у нас зеленым цветом, это B. А показатели отмечены у нас розовым цветом, это 2 и 10. И обратите внимание на правило, что при умножении степеней с одинаковыми основаниями, основания должны быть одинаковыми. В нашем случае основания у нас одинаковыми. И что мы делаем? Мы показатели степеней складываем. То есть мы должны 2 прибавить 10. Вот так и получаем. То есть B в степени 2 плюс 10. Идем дальше. Что у нас есть? У нас есть знаменатели B в четвертой степени. Мы должны знать еще одно определение. Степень с отрицательным показателем. Поскольку так мы распишем наше выражение. 1 делить на B в четвертой степени. Как мы знаем, по упражнению B в четвертой степени у нас находится в знаменателе. Прочитаем определение. Степень с отрицательным показателем. Степень некоторого числа с отрицательным, обратите внимание, целым показателем определяется как единица, деленная на степень того же числа с показателем равным абсолютной величине отрицательного показателя. То есть у нас был показатель минус 4, да? А стал абсолютная величина 4. Но в нашем примере мы перебрасываем наоборот. То есть у нас что было? У нас B в четвертой степени в знаменателе. Вот она. B в четвертой степени. И мы ее превращаем на B в минус четвертой степени. Только теперь уже будет записана не как дробь. Числители у нас B в двенадцатой степени. Знаменатели у нас B в четвертой степени. Используя вот эту запись, мы преобразуем в такое выражение. B в двенадцать минус 4. То есть показатели степеней вычитаем. Получаем ответ B в восьмой степени. Правильный ответ. Ответ B. Переходим к упражнению 24. Нам нужно упростить следующее выражение. Здесь нам нужно знать определение. При делении степеней с одинаковыми основаниями основание остается прежним, а показатели степеней вычитаются. То есть у нас идет деление степеней с одинаковым основанием. Это у нас коэффициент 0,8 и 8. А, B это у нас основание. И мы должны вычесть показатели степени. То есть мы из девятки вычитаем тройку. Вот это запись. А коэффициенты мы делим отдельно. То есть 0,8 разделить на 8. Получаем 0,1. И вычитаем показатели степени. Из девяти вычитаем 3. 9-3 получаем 6. Правильный ответ. 0,1 умножить на B в шестой степени. Правильный ответ будет ответ, помеченный буквой А. Переходим к упражнению 25. Здесь у нас под корнем, причем корень, посмотрите, корень четвертой степени. Стоит число 30. Нам нужно указать, какому промежутку принадлежит число. Число это корень четвертой степени из числа 30. Это упражнение не очень сложное. И вы сделаете его самостоятельно. А я проверю, насколько правильно вы его сделали. Сделайте упражнение и ваш ответ пришлите на указанный электронный адрес. Небольшая подсказка. У нас есть числа А и Б. Эти числа у нас указаны в ответах. То есть, вот это первое число это А, а второе число Б. То есть, в варианте Б вот А число, вот Б. В варианте В А число Б. Итак, далее. У нас наше число должно лежать между этими числами. То есть, вы должны возвести четвертую степень число А. И возвести в четвертую степень число Б. И определить, какие значения из указанных вариантов нас устраивают. И правильный ответ прислать на электронный адрес. Переходим к упражнению номер 26. Нам нужно вычислить следующее выражение и указать правильный вариант ответа. Упражнение не очень сложное. Здесь мы должны тройку возвести в квадрат. Точнее, минус 3. Получим 9. И минус 5 возвести в куб. Получим минус 125. Вы должны знать, как возводятся в степень отрицательные числа. То есть, здесь вы видите, в квадрат мы возводим знак положительный. В куб мы возводим знак отрицательный. После того, как мы возведем 3 и 5 в куб, получим корень квадратный из 9 и корень кубический из минус 125. Аналогично мы могли сократить корень кубический. То есть, корень кубический и куб. И получим минус 5. А из 9 мы получим число 3. Эти числа отмечены розовым и синим цветом. 3 минус 5 будет 2. Обратите внимание, что вы должны уметь возводить в степень числа различные. И извлекать корень квадратный и кубический из различных чисел. Правильным ответом будет вариант D. Переходим к упражнению 27. Нам нужно вычислить следующее выражение. Здесь под кубическим корнем стоит число 128. Мы его представим как произведение двойки на 64. 2 умножить на 64 получается 128. Теперь мы разнесем корень кубический из 2 и корень кубический из 64. Как мы видим, теперь у нас в числителе и знаменателе есть корень кубический из 2. Мы можем сократить числитель и знаменатель на это выражение. Остается у нас корень кубический из числа 64. А что такое число 64? Это 4 в кубе. Сокращаем значение корень кубический и куб. Получаем ответ 4. Правильный ответ. Ответ G. Здесь у нас представлено число 125 под знаком квадратного корня. Мы его аналогично как и упражнение 28 представим в виде произведения. 125 это идентично произведению 5 на 25. А число 64 это у нас двойка в пятой степени. Аналогично мы можем сократить пятую степень и знак степени у нашего корня. Идем дальше. А пятерку мы представим как корень из 5. Поскольку у нас пятерка в степени 1 вторая. А мы знаем правило, что 5 в степени 1 вторая будет идентично пятерке под знаком квадратного корня. Это вы должны знать. Теперь что мы сделаем. 25 это у нас 5 в квадрате. Выносим его за знак квадратного корня. Получаем 5 перед знаком квадратного корня. А здесь мы пятерки уже сократили. И тут мы получили корень квадратный из 5. Получаем, что 5 корень из 5 умножить на 2. Это получается 10 квадратный корень из 5. Вычесть квадратный корень из 5. Получаем 9 квадратный корень из 5. Правильный ответ будет так же, как и в примере 27. Ответ под буквой Г. Упражнение 29 будет вам в качестве самостоятельного домашнего задания. Здесь все мы уже прошли и все вы уже знаете. Поэтому решите его и правильный ответ вышлите на электронный адрес. Переходим к упражнению номер 30. Здесь уже пошли логарифмы. А логарифм мы знаем, это показатель степени. Давайте начнем решать логарифмы. Итак, перед знаком логарифма у нас стоит двоечка. И эту двоечку мы можем переместить как показатель четверки. Продолжаем дальше. Четверку возводим в квадрат. Это у нас 16. 4 умножить на 4. 16. Получаем выражение. Логарифм 16 по основанию 2 минус логарифм 8 по основанию 2. Мы должны знать определение сложения и вычитания логарифмов. Как и с показателями степени вычитания и сложения. То есть сложение и вычитания логарифмов чисел B и C. B у нас помечено синим цветом, а C у нас помечено розовым цветом. Итак, по одинаковым основаниям. Основания у нас одинаковые. Это 2. Заменяется одним логарифмом с произведением или делением. Чисел B и C соответственно. То есть мы заменяем разность логарифмов делением логарифма B на чисел B на C. Итак, основание у нас двоечка. А число 16 под знаком логарифма мы делим на число 8. Получаем ответ. Логарифм 2 по основанию 2. А логарифм это показатель степени. В какую степень мы должны возвести двоечку? Это наше основание. Чтобы получить число 2. Правильно, мы должны возвести двоечку в первую степень. Ответ будет единица. Правильный ответ отмечен буквой В. Переходим к упражнению 31. Здесь у нас такое выражение. Логарифм по основанию 1.25. И под знаком логарифма стоит корень квадратный из 5. Здесь нам нужно знать следующее правило. Оно отмечено цифрой 7. Благодаря этому правилу мы делаем преобразование. Как видите, вам нужно знать список определенных правил. И применять их на экзамене. Вот это, некоторые из правил, более подробное описание будет представлено в тексте возле видео урока. Итак, мы с помощью нашего правила представили выражение в упражнении номер 31. Далее все просто. Пятерку под знаком квадратного корня мы можем представить как 5 в степени 1 вторая. А число 1 делить на 25 мы можем представить как 5 в степени минус 2. Потому что 25 это 5 в квадрате. Получаем следующее выражение. Далее число 1 разделить на 2 мы выносим перед знаком логарифма. Опять нужно знать правило. И аналогично минус 2 выносим перед знаком логарифма. Получаем следующее выражение. Как мы видим, у нас логарифмы стали одинаковыми. С числителем у нас логарифм 5 по основанию 5. И с знаменателем у нас логарифм 5 по основанию 5. Сократим числитель и знаменатель. Ну а дальше все очень просто. Нам нужно разделить. 1 делить на 2 разделить на минус 2. Здесь нужно знать простые правила деления. Которые проходили в начальных классах. В результате получаем ответ минус 1 четвертая. В упражнении 31 ответ отмечен буквой А. Переходим к упражнению 32. Упражнение 32 также необходимо решить, зная определенное правило. Это правило обозначено на экране. Решите упражнение 32 самостоятельно. И правильный ответ вышлите на указанный электронный адрес. Переходим к упражнению 33. Здесь также логарифмы. Вам придется подружиться с логарифмами, чтобы сдать успешно ЗНО 2012 по математике. Итак, мы уже знаем, что двойку мы можем вывести перед знаком логарифма. И аналогично эту же двойку мы можем внести в наш логарифм. То есть у нас получается 5 седьмых в квадрате. Это число под знаком логарифма. Далее мы 5 седьмых возводим в квадрат. 5 в квадрате это 25. И 7 в квадрате это 49. Далее мы расписываем наше выражение. Обратите внимание, что у нас число 49 в первом логарифме. Смотрим, что у нас получается. Логарифм по основанию 5 и логарифм по основанию 5. Мы его можем вынести перед скобками, зная правило сложения и вычитания логарифмов с одинаковыми основаниями. Получается в скобках 49 умножить на 25 деленное на 49. 49 у нас числители, правильно? Потому что 49 это 49 делить на 1. И 49 знаменатель. Сокращаем числитель и знаменатель на 49. Далее получаем логарифм по основанию 5, числа 25. В какую степень нам нужно возвести 5, чтобы получить 25? Правильно, это квадрат 2. То есть ответ правильный будет 2. В упражнении 33 он отмечен буквой В. Переходим к упражнению 34. Упражнения 34 и 35 вам необходимо решить самостоятельно. И ответы выслать на электронный адрес. Упражнения 34 и 35. Они похожи на предыдущие упражнения. И здесь используются такие же правила. Домашние задания. Первое. Вам необходимо решить самостоятельно уже в тетради все упражнения, которые мы сегодня прошли. С 22 по 35. С 4 занятия уже вводятся упражнения, которые вы должны решать полностью самостоятельно и выслать ответ на электронный адрес. Также вам нужно выучить свойства степени. Эти материалы будут находиться на сайте вместе с видео уроком. И, конечно же, повторить определение логарифма и все формулы, которые связаны с логарифмом. Без этого на зно можно не появляться. Поскольку, как мы видим, логарифмы и степени здесь буквально кишат. И без них нам будет очень трудно. Ваши вопросы вы можете задавать по указанным на экране телефона. Продолжение следует...